Всем привет, меня зовут Алексей. У нас с редакцией автоброкера появилась уникальная возможность взять новенькую Lada Granta Drive Active на длительный тест-драйв. И вот мы уже несколько дней ездим на этом автомобиле. И сейчас мы готовы вам рассказать полноценно про все достоинства и недостатки Lada Granta Drive Active. Поехали! Я, если честно, уже не раз подметил сходство новой Granta, особенно вот в таком обвесе, в таком виде, с Vesta. Ну, если смотреть на нее под определенным ракурсом, ну, очень, на самом деле, похоже на Vesta. Это все из-за той X-образной формы. Тот самый цвет, накладки на пороге, бампера немного измененные, мощная красная линия, которая выделяется из потока и так далее. Естественно, чуть заниженный клиренс и спортивная подвеска от подразделения Lada Sport. В этом видео мы наглядно еще сравним эту Granta Drive Active с обычной Granta и посмотрим, за что же вы переплачиваете. У нас 15-е диски и клиренс меньше практически на 2 см, в отличие от обычной Granta. Он здесь составляет у нас 162 мм, и это больше, чем у стандартных тех же Rio и Solaris. Но это заметно меньше по сравнению с обычной Granta и той же, допустим, Vesta. Подобранный грамотный цвет, грамотный рисунок в дисках, и уже 15-е диски выглядят не такими маленькими, а Granta по-настоящему заиграла какими-то новыми красками и выглядят на самом деле сейчас очень даже неплохо, согласитесь. На автовазе говорят то, что это Granta Drive Active стало лучше прижиматься к асфальту во время езды на 40%. Есть ли в этом заслуга вот этого спойлера? Вряд ли, конечно. Это все-таки заслуга той спортивной подвески и заниженного клиренса. Цена у этой далеко не самой богатой комплектации Granta Drive Active в 630 тысяч рублей. В одном из автоброкеров мы нашли обычную Granta для сравнения с Granta Drive Active. Как мы видим, оптика и основные элементы кузова никак не отличаются. Есть такие различия, как, естественно, это бампера, обвес тот самый, пороги и такие элементы, как, допустим, диски, либо повторители поворотников в зеркалах. Но это уже зависит, опять же, от комплектации, так как у нас эта Granta в самой минимальной комплектации, даже без электроусилителя руля, но с ЭБС, как ни странно. Салон, можно сказать, пустой, но если взять, опять же, среднюю комплектацию обычной Granta и сравнить с этой, отличий практически не будет, кроме тех же сидений и красных строчек в руле. Ну и здесь мы подходим к самому интересному, можно сказать, различия в цене между Drive Active и обычной Granta. Если мы возьмем схожие комплектации, то разница будет порядка 88 тысяч рублей. И то есть вы переплачиваете, по сути, только за цвет и за этот обвес, потому что, как мы видим, никаких различий больше нет. У нас здесь обычный 16-клапанный двигатель 1.6 на 106 лошадиных сил. Как много шестерок здесь, чтобы это значило. И этот двигатель никак не различается от той же обычной Granta не Drive Active. По сравнению с двигателями, которые устанавливаются на Vesta, именно эти те же самые 16-клапанные 1.6 на 106 лошадиных сил, тут чуть другая калибровка. Но это, опять же, мелочи. Кардинальных различий вообще никаких, это просто тупо тот же движок. Ну и нужно понимать то, что это не конечная версия заряженной Granta. Автоваз еще обещают в 2020 году выпустить обновленный именно Sport. То есть там уже будет увеличенная мощность двигателя, скорее всего, уменьшенные ходы коробки передач и так далее. Да, у нас здесь за счет амортизаторов уменьшенный клиренс. Из-за этого автомобиль чуть лучше стоит на дороге по сравнению с обычной Granta. И у нас уменьшенный клиренс. Это, опять же, никак не сказывается на вашей повседневной езде, что оказывается плюсом, потому что все бордюры, какие-то сугробы минимальные, вам по плечу. Я снимал и обычную Granta, я снимал и Granta Cross. И если мы посмотрим салон, то различий практически не найдем никаких. Да, у нас другие сидения, которые удобнее. Это 100%. С красными вставками. Везде по салону появились красные строчки и такие карбоновые вставки. Типа под карбон, да? Но это далеко не самая богатая комплектация, в принципе, для Granta. Нет ни подогрева лобового стекла, нет ни климат-контроля с этим отделением авто здесь. И очень странно то, что они сделали Granta Drive Active из средней комплектации Granta. Если бы они ее сделали из максимальной комплектации, тут было бы понятно, за что вы платите. Вы вроде получаете такой шикарный внешний вид и получаете еще и крутое наполнение. Но здесь этого нет. Еще у нас совсем на Granta перестали устанавливать сенсорные дисплеи. То есть максимально, что вы здесь можете получить, это вот такой вот магнитол. Есть вопросы по поводу бортового компьютера, а именно по поводу температуры двигателя. У вас нигде нет индикатора насчет того, как прогрет двигатель. У вас есть температура двигателя, которую вы должны принудительно вывести вот этими кнопками. Но нет никакого индикатора, что двигатель еще не прогрет или перегрет. Этого ничего нет. То есть я выхожу зимой в мороз, завожу автомобиль и не понимаю, когда он прогреется. Мне нужно принудительно включать вот эту температуру. Ну и вот такие небольшие косячки автоваза. Возьмем вот этот регулятор, заслонку, которую закрывает в этом дефлекторе. Я не знаю, что с ним на самом деле случилось. И сделал ли кто-то это из людей, которые ездили уже на этом автомобиле до меня. Но такое ощущение, что его сжали и сюда поставили. Но очень похоже на то, что это стоит уже так с завода. Потом уже многие подмечали, кто ездил на Гранте Драйв Эктив. Это кривой замок зажигания. Да, это, конечно, такая, можно сказать, мелочь для автоваза. Потому что каждый день вы на это внимание, ну, просто не сможете обращать. И это, в принципе, не нужно. Потому что какая разница, как он там установлен. Но, тем не менее, блин, кривой замок зажигания. Я не знаю, это косяк именно этого автомобиля. Или, возможно, что-то случилось здесь с резинкой или с уплотнителем с другой стороны. Но факт в том, что я заезжал на мойку. И здесь оказалось достаточно много воды. Откуда-то отсюда она, получается, капала. Я несколько раз проверил. Окно закрыто до конца. Но вода сюда попадала. Да, это, возможно, можно будет исправить, просто заменив уплотнители. Но стоит отдать должное. Гранта осталась практичным автомобилем. У нас появилась кнопка здесь. Это достаточно удобно. И багажник. Он у нас, как и был, большой, здоровый, широкий, массивный. Все сюда помещается. И теперь, из-за того, что у нас стоят 15-е диски на автомобиле, запаска у нас 14-я. То есть, ее полноразмерной уже назвать нельзя. Дополнительная шумка лежит. Если поговорить о комфорте, да, он здесь присутствует. Не спешите писать в комментарии гневные свои сообщения. Да, здесь есть комфорт в плане того, как этот автомобиль проходит кочки. Если стандартная Гранта достаточно расхлябанная и валкая, то эта Гранта чуть собранней, именно Drive Active. Она чуть собранней и проходит все кочки очень спито, но в то же время мягко. То есть, ты не напрягаешься при проезде каких-нибудь рельс, неровностей и так далее. То есть, спокойно летишь, по сути, на автомобиле со спортивной подвеской по всем кочкам, во дворах и так далее. Что касается той же шумоизоляции, ее здесь просто нет. Потому что слышно абсолютно все отовсюду. Что касается безопасности, тоже стойки очень тонкие. Что здесь, что здесь. То есть, прям тонюсенькие, реально по сравнению с другими какими-то автомобилями или даже с Вестой. Но тормоза здесь неплохие. Хоть и сзади у нас барабаны, но тормозит машина неплохо. Потому что она не начинает рыскать, допустим, ее не кидает. Руль стоит ровно и ты просто тормозишь по прямой. И это все происходит без проблем. И вот про что я говорил, по-моему, в своем инстаграме. Я готов даже сказать, что ей хватает мощности, что ли. Вот мягкая отсечка, она прям обрубает мощность и ты никуда больше не едешь. Но она как будто реально едет. Паспортный разгон до сотни 10,5 секунд. Блин, мне приходится орать. Скорость у нас была чуть больше 100 км в час. Ну и, конечно, как же нам не замерить разгон до сотни? Останавливаемся полностью. Включаем первую передачу. И тысяч с трех-четырех, я думаю, будем стартовать. Очень сильная шлифовка. Отсечка у нас чуть раньше 6100. Не, ну мы сейчас, естественно, паспортные данные не покажем, потому что первая передача это полностью в букс. Полностью в букс. Но на второй уже она начинает ехать неплохо, хотя тоже немножко пробуксовывает. Ну и вот еще раз давайте с тысяч двух с половиной теперь. Вот теперь получше. Блин, я не успеваю за отсечкой. Она... Она на 5700 где-то получается. Стоп. Если бы я сейчас на первой в отсечку не уперся, было бы получше. Ну нет, она сейчас со второй не едет. 100. Ну и вот мы сейчас проходим дугу на скорости, на достаточно серьезной. Вот после 100 км в час ее начинает немножко подматывать. То есть по трассе это тоже заметно, потому что я ездил на этом автомобиле из Тольятти в Самару. И то есть после 100 км в час автомобиль просто начинает почему-то ходить из стороны в сторону, и ты постоянно его подлавливаешь. Ну и руль все равно пустоватый. Ну то есть вот это вот... Ну я вот, вот, вот я делаю. Вообще ноль. Просто ноль. Ничего не происходит. Стоит отметить то, что с выходом новых автомобилей в АвтоВАЗе они становятся все лучше и лучше. То есть каждый лучше предыдущего. И АвтоВАЗ в скором времени, мне кажется, исправит все свои ошибки. Ну это был наш обзор от редакции автоброкера на Ладу Гранта Драйв Эктив. Пишите обязательно свое мнение в комментарии. Можете задавать нам любые вопросы везде, где вам удобно. Ну и спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. Пока!